Молодой человек, идите сюда, ну на камеру мне скажите, куда я должен убираться? Я сейчас твою камеру сломаю, слышите? Может меня сломаешь? Где отсюда? А кто вы такой? Я на частной собственности написал. Вам какая разница, кто я? Это оккупированные Россией Крым, Севастополь, Казачья бухта. Местные пришли на свои земельные участки, а там забор. И вот этот вежливый молодой человек. Я сейчас твою камеру сломаю, слышите? У севастопольцев на руках все документы. Но им сообщают, на их земле некая московская фирма с чеченскими корнями будет строить дома для военных Путина. А этот вежливый человек как раз представитель компании. Вам какая разница, кто я? Так мы уже на вы или на ты, кого вы сломать собрались? Молодой человек? Да, поговорите. С кем я буду говорить? Ну, узнать. Этих наивных людей искренне жаль. И так сложно жить. Не хватает света, не хватает воды. Еще два года назад они, возможно, были в этой толпе. Россия! Россия! А может, вот в этой. Крым, Россия, он есть! Звали, и Россия пришла. Теперь на их документах на землю хоть письма Путину пиши. Новые правила вводят кадыровцы. Кто сильнее, тот и прав. Как выживают сегодня простые крымчане. Пожалуйста, спасите! Оставьте нам места, пожалуйста, господин Путин! По улочкам Ялты с украинским флагом. С вот этой штукой вы как бы не боитесь? Много ли таких, кто критикует власть Путина? Крым – это украина. Был, есть и были. Откровение смелых людей и неожиданная встреча с трусливым беглецом. Что? Где в горах спрятался скандальный Олег Царев. Царево, блядь! Да, наверное. Бежим по крымскому следу самого главаря Новороссии. Эксклюзив смотрите только сейчас. Исторические кадры для военного трибунала. Два года назад, в эти дни, Россия оккупировала Крым. Пропаганда Кремля тогда пудрила мозги людям. Мол, российские инвестиции заставят экономику Крыма развиваться небывалыми темпами. Полуостров расцветет. Около трех миллионов человек в этом году предпочли отдыхать в российском Крыму, а не на заграничных курортах. Но вместо райского сада – разруха. Почему не сбылись мечты тех, кто кричал «Россия, приди!» Чтобы узнать это, мы приехали на южный берег Крыма. Я вам хочу сегодня показать, как выглядит сегодня набережная Семьизма. Журналисты много говорят о притеснениях крымских татар. Но ведь не лучше живется и славянам. Алексей просто ездит по Крыму и снимает все, что кажется ему интересным. Свои ролики о достижениях России в Крыму выкладывает в интернет. «Разваленный город, разваленный Семьизм. Такое впечатление, что я сейчас нахожусь не в Семьизе, а где-нибудь в Чернобыльской зоне, например, в Припяти. В таком месте, откуда ушли люди». Окружающий его разруху огорченный крымчанин описывает с сарказмом. «После того, как в марте 2014 года полчища правосеков и бендеровцев, украинских неонацистов, не смогли попасть в Крым на поездах дружбы, Крым был спасен». «Россия! Россия!» От избытка чувств талантливый ялтинец даже запел. Песня все о том же, об огромной надежде, которая пришла в Крым вместе с русской весной. «Россия! Россия!» «Где все танцуют и поют». «Телевизор смотрят все, телеканал «Раша-24» «И денежных плеваний ждут». «Надо немного подождать». На заставку к своем видео он взял известную фразу. Ее все чаще можно услышать от сторонников русского мира на полуострове. «С вот этой штукой вы как бы не боитесь?» «У нас есть люди, которые с этой штукой ездят, постоянно не снимая». Можно подумать, этот человек, ездящий по Ялте с украинским флагом, выходец с западной Украины или из Киева, переехавший в Крым. Но ничего подобного. Алексей не бандеровец, не правосек, как тут любят говорить, и не украинский националист. Он родился в Севастополе, живет в Ялте. «Я, например, ни в какой организации не состою, никаких людей ни к чему не призываю. Я просто живу, имею свое мнение и свое мнение показываю на своем канале в Ютубе». При Украине он защищал русских, которые приезжали отдыхать в Крым. «Моя деятельность в основном состояла из того, чтобы помогать гражданам России, которых здесь гаишники разводят на деньги». Как и многие другие крымчане, он любил российских туристов. «Очень любил Россию, очень любил россиян, которые едут сюда, везут сюда деньги, отдыхают здесь. И к ним всегда здесь относились лучше, чем к каким-либо другим отдыхающим». Но то, что он увидел, когда пена русской весны в Крыму схлынула, его протрезвило. «Я люблю законность, честность, порядочность. А здесь ее нет». «Кому в Крыму жить хорошо?» Это Алена Грицак, жена крымского бизнесмена, владевшего компанией «Крымавтотранс», которая управляла сетью из 60 автостанций по всему полуострову. «Я и мой супруг Грицак Владислав в первых рядах бежали на референдум проявить свой гражданский долг, отдать свой голос, восстановить справедливость». Все они хотели жить в богатом и справедливом государстве, которым почему-то считали Россию. Но на мощное предприятие, приносящее стабильный доход, положили глаз энтузиасты русской весны. «Предприятие, которое он возглавлял много лет, было захвачено вооруженными людьми из так называемой самообороны Крыма, а затем национализировано». Алена увидела воочию, как работает золотое правило России. Чиновник всегда прав. «Моего мужа посадили в тюрьму. И не потому, что он стал вдруг вором или бандитом, а потому, что его отправили туда воры и бандиты у власти». Передел имущества и отжим бизнеса открыл крымчанам глаза на истинные ценности русского мира. Как это ни удивительно, но придя в Крым, Россия столкнулась не с бандеровцами и правым сектором, а с коренными крымчанами, которые, возможно, за всю жизнь не прочитали ни одной украинской книжки. «Если там кто-то себя считает крымчанином, то я могу заявить с четкой ответственностью, что вот я крымчанка уже более 300 лет в Крыму». Илона – успешная бизнес-вумен. Ее знакомство с российскими правилами началось с автомобиля. «Вот у нас есть вторая машина, которая тоже куплена в украинском Крыму. Лянча Тельта. Вот сейчас она у нас стоит в гараже, потому что у нее опять зазвенел мотор». Когда Крым, как оккупированная территория, попал под санкции мирового сообщества, Илона поняла, что после прихода Путина и его вежливых человечков чинить машину станет очень дорого. «Мы едем на СТО, мы ее обслуживали в Симферополе по гарантии, ну то есть раньше. Но нам сразу схода, что все, забывайте о гарантии. Очень радостно сообщили, что теперь у вас не будет гарантии. То есть с приходом России меня освободили от моей гарантии». Правда, починить турбину, которая сломалась в ее лянче, все-таки можно. В России. «Ее снимут в Симферополь, отправят в Санкт-Петербург. Да, там я буду несколько месяцев ждать, чтобы мне только сказали, не починили, а сказали, что с ней». Ну, скажете вы, эти богачи, им машина дороже светлых идеалов русского мира. О чем вообще может идти речь? Ведь Россия пришла, чтобы сделать счастливыми простых крымчан. «Я плачу исправно налоги. У меня точка мясная, хорошая». Эти люди годами торгуют на рынке в Евпатории. Вернее, торговали. По рынку развесили бумажки о том, что все они должны отсюда убраться. Правда, документы выглядят как-то несолидно, без печати и подписи. «Он пришел в пятницу, и мы ему говорим, дайте нам с печатью и с подписью. Никто ничего не дает». Помните землю в Севастополе, которую отняли у местных? Там даже таких бумажек несчастным не показали. Потому что чиновник в этой стране всегда прав. Хоть с документами, хоть без них. «А получается, что мы прибежали к другим фашистам. Спасите нас, пожалуйста. Поменяли. Если вы свою власть здесь поставили, значит уберите этих фашистов и поставьте нормальных людей». А теперь традиционное обращение к царю-батюшке, который приедет и всех спасет. Как они думают. «На колени надо встать. Встала на колени. Пожалуйста, спасите. Оставьте нам места. Пожалуйста, господин Путин». Вот и наш герой Алексей давно приметил эту странную веру крымчан в хорошего царя. «Я уверен, что Владимир Владимирович увидит набережную Семьиза. Он поймет, что они его обманывали, что здесь все прекрасно и здесь все хорошо. И сделает. И сюда пойдут огромные денежные вливания. Здесь будет настоящий Лас-Вегас». А мы с Алексеем едем по Ялте. Он показывает мне два места, где при Украине работали кафе и ряд магазинов. Правда, они якобы были построены без соответствующих разрешений. «Они решили вроде бы как показать, что у нас соблюдается закон, снести». Кафе и магазины снесли. Но то, что произошло дальше, Алексея поразило. Ничего не произошло. «Даже никто не хочет ничего покрывать асфальтом». Через год с лишним на месте магазинов в центре Ялты по-прежнему земля и мусор. «Я это объясняю менталитетом, который уже веками сложился в России. При Украине такого, ну такого это точно не было». Все больше людей замечают, что с приходом России происходят вещи, которых при Украине точно не было. Илона со своим мужем везут нас по дороге к домику Чехова. Это рядом с Ялтой. Дорога перекрыта. Дальше – оползень. Он сошел полтора года назад уже при путинской власти. И тут тот же эффект, что поразил Алексея. Ничего не происходит. Смотрите далее, где и как в Крыму выживает опальный главарь Новороссии Олег Царев. Эксклюзив. Царев, блядь. Царев, блядь. Пришлым руководителям и марионеткам Кремля не жалко выжимать из Крыма последние соки. Ведь они понимают, что с полуострова рано или поздно придется уйти. Публика, которая приезжает сегодня с материковой части, ну, собственно говоря, из России работать в составе оккупационной власти в Крыму, они только арендуют. Потому что они понимают, насколько все это временно. Крымчанин и народный депутат Андрей Сенченко ситуацию знают изнутри. И судя по ямам в центре Ялты и разбитым дорогам, которые никто не ремонтирует, в его словах есть правда. Все понимают, что оттуда придется уносить ноги. Ну, и вот, соответственно, вот так относятся. Но я думаю, что наши граждане, те, кто вынуждены проживать сейчас на оккупированной территории, они это тоже видят. И это отношение видят и понимают, что оккупанты, ну, они просто попытаются выжить то, что смогут. Кроме желания пообщаться с крымчанами, в Ялту меня привела еще и возможность увидеть скандального экс-депутата от партии регионов Олега Царева. Позже назначенного Путиным главарем Новороссии. По слухам, Царев прибрал к рукам целый санаторий имени Кирова, прямо на набережной Ялты, где живет вместе с семьей. В подтверждении вот эта переписка Царева с журналисткой. Привет, Олег, ты как? Я в Крыму, здесь тепло. Чтобы убедить, что он – это он, экс-депутат делает для нас селфи. И даже приглашает в гости. Останавливайтесь у нас, в санатории Кирова. Можешь посмотреть сайт. Сейчас гляну. 30% скидка от прайса. Оказывается, возмездие он не очень-то и боится. Ты будешь в Киеве? Нет, предлагаю меня осудить заочно, и можно даже казнить заочно. Правда, что-то все же его испугало. Царев после этой переписки удалился из социальной сети, так и не приняв гостей из Киева. В итоге я провел в Ялте два дня. Осмотрел несколько корпусов санатория. Но Олега Царева так и не увидел. Возможно, детей Царева кто-то видел. Они должны ходить в садик. Они должны ходить в школу. Если даже они там сидят как-то на дому заниматься, то элементарные репетиторы. Ялта – город настолько маленький. Если старший сын ярого противника евроинтеграции, 19-летний Максим Царев, учится в Даримском университете в Англии, а 15-летняя дочь Ольга в Шотландии, то двое младших должны же ходить в школу. Или, по крайней мере, заниматься с репетиторами. Четыре ребенка, живущие в Ялте, а их видят только в Инстаграме. Неужели Царев в Ялте – это фейк? На ясном, скорее всего, что да, согласна. А так, чтобы именно проживать здесь? Когда я совсем уже теряю надежду найти хотя бы след новороссского начальника, мне в руки попадает запись с видеорегистратора местного жителя. Царев, блядь. Царев, блядь. Да, наверное, сука, блядь. Ялки, сука, с дочками блядь блядь. Судя по реакции и словам за кадром, этот ялтинец не очень доволен соседством с одним из тех, кто создавал Новороссию и привел в Украину войну. А как изменились настроения крымчан, поживших два года в русской оккупации? Спрашиваю я. Какой процент людей, сочувствующих Украине? Процентов 70. Илона говорит, что Украина в Крыму все больше ассоциируется не с садком Вишневом Калахаты, а с прорывом в будущее, где люди сами решают, как им жить. Символ какой-то другой вообще, иной жизни. Даже как-то удивительно слышать такие комплименты от потомственной крымчанки с русскими корнями. У меня родственники Таринбург, Москва и Крым. Илону смешит, когда ее призывают брать чемодан и ехать домой. Мне всегда смешно, когда мне пишут, что надо возвращаться к себе обратно туда, в Укропе, в Украину. В этой машине нет украинской символики. Но я обратил внимание на цвет одежды нашей собеседницы. И таких, как она, думающих, сравнивающих и делающих выводы в Крыму много, утверждает Илона. Еще есть в Севастополе процент очень сильно настроен активно проукраинский. Самое, что интересно, это большинство настроенных не этнические украинцы или крымчане, а именно россияне, как ни странно. У них у всех место рождения либо их, либо их мам и пап – это Сибирь. И вот они именно те как раз люди, которые, вот они могут, да, свою жизнь положить за украинский Крым в Крыму. Представляете, как интересно. Не всем в Крыму по душе такое поведение украинцев. Кто-то очень ждет провокаций, а когда их нет, устраивает самостоятельно. Так в последнее время на южном берегу стали гореть машины. До десяти за ночь. Вот видео Спартенита. А вот машины, как спички, горят в алушке. А вот и комментарий под одним из видео. Ну, конечно же, кто еще это мог быть? Конечно, крымский татарин и львовский бандеровец. Сарафанное радио, умело настроенное пропагандистами, разносит по Крыму очередную страшилку. И мало кому интересно, что на самом деле поймали человека с российским паспортом – жителя Челябинска. Как же заставить оккупантов ответить за захваты и издевательства? Грамотно и по закону, говорит журналистка из Крыма. Вот, собственно, моя школа. Вот мой дом, в котором я жила, да, в Крыму. Мой класс. Анна Андреевская жила в Симферополе. Занималась журналистским расследованием. Когда в Крым пришли вежливые люди с автоматами, девушка им сразу не понравилась. Позвольщики именируют мне статью 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, это сепаратизм. За публикацию материала о том, что Крым для счастья Украины, и что его нужно вернуть под контроль Украины. Вот эта статья Анны – волонтеры батальона Крым. Из-за того, что на ее землю пришли зеленые человечки, девушка потеряла право на профессию. Право жить на родном полуострове. В этих фотографиях осталась часть жизни, которую уже не вернешь обратно. И никакими деньгами это невозможно компенсировать. Анна подала в суд на Российскую Федерацию. Требует возмещения ущерба. Но выиграть оказалось непросто. Судья почему-то боялась. Фрагулировка военной агрессии Российской Федерации для них была как будто проблемной. У нас было семь заседаний судов. Анна такая не одна. Есть уже целое сообщество крымчан, которые судятся с агрессором, чтобы он заплатил за все. Успех возможен. Ведь в истории подобных прецедентов хватает. Война Ирака с Кувейтом. Война длилась военные действия. Двое суток и семь месяцев оккупации. В результате всего этого Кувейт предъявил Ираку претензии на сумму 452 миллиарда долларов. Из них уже более 140 миллиардов признаны претензии, а по остальным идет работа. И более 40 оплачены. Украинским, а потом и международным судам еще предстоит определить сумму компенсации ее морального и материального ущерба. Есть перспектива подачи таких исков в международные суды в тех странах, где есть российское имущество. Не только простые люди, но и крупные бизнесмены уже судятся с Россией. Буквально на днях ряд компаний, связанных с Игорем Коломойским, подали иски в гаагский арбитраж с требованием к России компенсировать стоимость захваченных в Крыму активов. Речь в общей сложности может идти более чем о миллиарде долларов. Вот и Анна верит, что в один прекрасный день судебные исполнители придут в офис какой-нибудь российской компании и начнут описывать и выносить имущество страны, которая отняла у нее право жить на родине. А кому же все-таки живется хорошо в российском Крыму? Наверное, тому кадыровцу и его шефу-чеченцу. Для того, чтобы он смог построить военный городок, у местных жителей отняли землю. Еще хорошо живется генералам, с которыми они вместе будут пилить московские деньги. Выделенные на строительство. Остальным в Крыму надо немного подождать. И будет все у нас в том, что... Но для этого надо еще немножко подождать, 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 подождать. Я в тролинусе слышу опять... Сюда пойдут огромные денежные вливания. Здесь будет настоящий Лас-Вегас. Немного подождать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова